Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймси. В сегодняшнем видео обзорчик на большую охоту. Это новенький ивент, в принципе новый со старыми дырами, потому что именно в этом ивенте мы много чего уже делали. 5 мая начало, давайте посмотрим каким он был до, каким он стал сейчас и самое главное то, что можно получить в нем и насколько это будет все круто. Надеюсь, что ваш сочный лайк уже стоит под этим видео и конечно же коронный комментарий. Жду ваших комментариев со всей силы. Подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Вообще сам смысл большой охоты происходит еще с далекого 10 сезона. Тогда вот такой вот тизер вышел и не показать его было как-то странно. Как вы знаете, что здесь мы впервые увидели Генезис. Что это такое? Это понятно, что в лаборатории какие-то изменения и много-много-много нового. Как вы видите, здесь куча зомби, которых нужно было отловить. Потом, конечно, это все упростили. Но давайте пока что рассмотрим то, как это было в самом начале. Насколько это было заманчиво, насколько это было интересно. Новые локации, старые зомби, но зато можно так сказать с новыми приколами. Тут погодные условия, снег, дождь, всякие ящики, крутые приколы и приключения. Кстати, вот этих зомби мы впервые тогда тоже заметили. Десятый сезон. Доктор Дред появился у нас на локации. Крампи тоже. Но самое главное то, что происходило дальше. Нам нужно было это все поймать в сеть. И многим это вообще не понравилось. Это была большущая жесть. И многие говорили, что, блин, это тяжело. Это очень тяжело. Но пока не увидели те ивенты, которые нам готовят разработчики. Прямо сейчас, в данный момент. Когда мы видим, что очень сложно даже пройти ту же коммуну. Но сейчас мы возвращаемся к тому, что уже было и как это выглядело в самой игре. За каждую поимку зомби мы получали много чего интересного. Но частично, конечно, самого вкусняхи залетали в премиум. Мы тогда, конечно же, появлялись у таких вот мужиков, дядь. И здесь у нас была такая доска, на которой можно было выбрать, на какого зомби можно было охотиться. Кстати, один раз в день можно было бесплатно релогнуть это все дело. Потом все, конечно же, усугублялось. И там за монетой можно было продлить 25 монет, чтобы обновить. Конечно, сезон 5 очков. 10-15 этого маловато. И мы сегодня охотимся за самыми сложными зомби. Уважение, увлажнение. Я даже не помню, выполняйте контракты. Короче, это все было очень интересно. Некоторые зомби были в разных локациях. Один из них это такой вот яростная тварь, которого мы знаем в бункере с бункера Браво. И он реально там обитает, ну как говорится, в конце этажа. В конце второго этажа яростная тварь. Хотя здесь его вывели. Мне нужно было прийти. Как говорится, откуда ни возьмись, появился мужичок в мохнатке-лохматке. И я думаю, что без проблем ты накидываешь после этого на него сеточку. Сеть могла быть разного качества и прочности. Кевларовая сеть была самой крутой. Поэтому для этого было очень сложно ее крафтить. Если ты использовал какую-то слабую сеть, то зомби мог вырваться. Некоторые зомби похожи на гранилу. Но были намного слабее и намного проще их было поймать. Обитали они в разных локациях. В данный момент мы видим генезийский фургончик, который потом убрался. Это у нас отель-мотель. Многие здесь бывают часто, очень часто. У многих, конечно же, знают, что здесь в данный момент никаких новых зомби нет. Но потом, или как говорится, как только у вас охота бралась именно с отелем, то новые зомби здесь появлялись везде. И, как говорится, время на поимку вам давалось целый час. Ну а как без мусорки? Лутание мусорки это самое крутое, что может быть. И так, на заднем дворе нас ожидал жесткий босище. Ну не то, чтобы назвать его боссом. Ну такие вот усиленные зомбики, толстяки, кстати. Есть ли они сейчас, вот этого я уже не знаю. По-моему, таких нету на заднем дворе. Это вообще как-то было бы сложно. Сейчас в мотеле намного-намного проще. И вот такая днющая тварь. Зомбятушка, я даже не знаю, это сектора вообще. Это когда-то они в секторе водились. Но я думаю, что без особых проблем мы могли тогда поймать себе такую вот добычу. Главное, чтобы зомби был в сетке, а дальше я сам. Ну то есть вот так вот нужно сетку накинуть. А потом он сам забирает. И мы получаем, естественно, награду. Это все интересно прям со всей силы. И последний самый крутой зомби. Ну то есть эти самые крутые зомби могли обитать просто в любых локациях. И я вам скажу, что это уже обновление, которое посвежее. Почему именно посвежее? Потому что здесь нам уже все упростили. Как говорится, нам упростили все до такой степени, что сеток нам уже не нужно было. Никаких изменений нам не нужно было. Да, локации немного изменили. И, кстати, это стало намного проще. Ты просто прибегаешь, убиваешь зомби, выполняешь заказ таким образом и забираешь это все. Больше всего, что так оно и будет. Никаких сетей, никаких поимок зомби, никаких, конечно же, заумных вещей в игре не будет. То есть, как вы видите, никакой сетки здесь уже нет. Но ведь с 10 сезона задумка была совсем другой. А вот сейчас, ребята, напишите в комментариях, хотели бы вы сеткой или без. Ну, если честно, без сетки это проблем никаких нет. Пришел, увидел, застрелил. Все, до свидания. Это интересно. Но самое главное, что именно здесь мы получаем огромное количество ключей. Ну, может быть, не такое огромное, как хотелось бы. Но, тем не менее, мы получаем ключи, которые здесь у нас есть и будут присутствовать. И вот за эти ключи, естественно, мы в будущем получим возможность открыть некоторые ящики. Это тоже было круто. И, как говорится, хочешь охотиться на всех зомби, а хочешь просто уходи. То есть, выполнил задание, убил тех нужных зомби и ушел. За это уже ключики ты получил. За открытие простых ключей получался один улучшенный. Ну, в дальнейшем, буквально через несколько секунд. То есть, как только мы убьем пять бледных зомби в каменных холмах, мы сразу же перейдем к открытию именно этих ящиков за ключи. Ну, это неотъемлемая часть вообще самого прохождения сезона. Я думаю, что многие из вас с этим согласятся, что тогда была большая охота. Не в том смысле, что очень сильно хотелось чего-то. А просто-напросто мы тогда охотились на зомби. И, если честно, после парочки охот, после парочки вот таких вот вылазок на локации, отбивалось желание охотиться вообще. Особенно тогда, когда ты увидел, что можно выбить. Было за эти ключи, если можно так сказать. Нас разработчики не устают удивлять. И, я думаю, что в будущем может быть вот эта вот охота большая прям чем-то уникальным, хорошим. Тем, что может прям ребят заставить охотиться, можно так сказать, на все деньги. Ну, а картечь здесь помогает. То есть, чем проще локации, тем проще зомби, которые здесь будут. Если зомби сложные, он один. Если их немножечко больше, значит, они и слабее. Ну, а здесь, в зеленой локации, я думаю, что поймать этих зомби или отохотиться сможет каждый. Но, я думаю, что было бы очень неплохо, чтобы появилась локация с большой охотой. И мы смогли охотиться именно с сетями. Это как-то даже... Ну, мне кажется, что это как-то даже интереснее. Как вы видите, что поймать зомби было не настолько и легко. Потому что один из этих зомби мог прятаться где-то в углу карты. И бывало часто. А бывало часто так, что пришел, они просто стоят, ждут. Мол, Михалыч, давай, давай, наливай. Ну, вот и наш клиент. Как только убиваешь этого зомби, у тебя выполняется задание. Естественно, ключики уже появляются в нужном месте. Заходишь ты в сезон. И, конечно же, там все было очень красиво. И сейчас, в конце этого видео, мы откроем впечатляющее количество ящиков. Они тоже копились. И потом ты получал что-то ценное. За 25 таких ключей, вот, за каждую поимку зомби ты получал некоторое количество ключей. Ты мог открыть, ну, тут премиум понятно, за премиум дополнительные награды. Ты мог получить ящик. То есть, обменивая ящики на ключи, открываешь. И, да ладно, что это было? Ну, что, открываешь, получаешь, например, вот рюкзак. Если у тебя такой рюкзак был, то ты сразу 5 улучшенных ключей получаешь. А за 5 улучшенных ключей ты можешь улучшенный ящик открыть. Хотя, если честно, это было что-то не особо редкое. Железная труба. То есть, мне выпала железная труба за 2 открытия. И мы могли открыть что-то интересное в плане вот такого вот ящика. А здесь уже приятный бонус. Заряд C4, FN-скарчик. Но, я вам скажу, что ключики добывались достаточно тяжело. И вы видели, что для этого нужно было изурядно поохотиться. Я буду готовить большущий видос, в котором мы обязательно будем отохотимся на все эти зомби. И обязательно сейчас мы посмотрим, что здесь открывалось. Открывается здесь много ящиков. Большое количество ящиков. Охота на такое количество ключей. Ну, как вы видите, что... Ну, как тут по 10 будет открываться. Вот вам и рюкзачки, которые превращались сразу же в редкие ключи. Если они у вас были. Ну, и мотоциклы, скины. Все, как говорится, похоже на то, что у нас было раньше. Рюкзак, рюкзак, рюкзак. И все это превращалось в что-то интересное. Эти ящики были, конечно, крутыми. Ты мог получить немножечко ресурсов. Добывались они проще, чем другие. Но вы помните, что именно цель это достигнуть вот этих улучшенных ключей в большом количестве. И чем лучше это было, и чем больше их было, тем это было круче. Много чего отправлялось прямо на почту. Прилетало вот таким вот макаром. Ну, а по одиночке оно выглядело вот так вот. Да. Медь, железо. Например, какие-то ресурсы были менее редкие, другие более. Дубовая доска. И еще раз дубовая. Круто. Болты. Ну, на то, чтобы сказать, что болты редкость, это даже соврать. Потому что обязательно, кстати, премиум здесь куплен. Поэтому нужно говорить, что здесь еще и дополнительные награды прилетают. Если при макаре не было дополнительных наград. Не видать. Как, собственно, к ушей. Ну, а мы видим, что здесь у нас получилось 47 целых ящиков. Открывать будем по 10. И надеюсь, что у нас здесь выпает что-то вкусное. Ну, то есть, глок части двигателя, дополнительные награды. То есть, по-моему, дополнительные награды все-таки были чем-то идеальным. И, кстати, дополнительные ключи нам прилетело. Вот дополнительные прикольные гранаты, заряды С4. Крышки, фишки, реаниматоры. Короче, ребят, есть как есть. Если повезло, то хорошего. Не повезло, увы, гитара и все остальное. Какие скины сейчас нам добавят, не знаю. Но, тем не менее, ожидаемое обново. Я думаю, как минимум будет чем-то интересным. Ну, поохотиться. Ну, и надеюсь, что сюжетную обнову нам сильно-то не затянут. Ну, а я хотел сказать вам, ребят, огромное спасибо за то, что вы заходите на ролики, пишите комментарии, ставите лайк. От души благодарен вам за все это. Ну, а мы открыли последний ящик. Вам удачи. А мы увидимся в следующей.